И снова всем привет! И сегодня мы рассмотрим очередную новую посылочку от BoxiCharm. Посмотрим же, что же не пришло в этом месяце. Безусловно, это их открытка. И, как обычно, короткое описание о товаре и его стоимости. Ну что ж, а теперь посмотрим все более-более вблизи. И сделаю вам небольшую интригу, покажу вот так вот сдалека, что же здесь. И товаров не так уж и много, коробочка реально небольшая. Значит, первое, что рассмотрим, это есть вот такой ваучер небольшой. Значит, он имеет в себе картинку, фотографию какого-то скраба. И этот какой-то скраб также есть и у меня. Конечно же, интересно, что это за скраб, потому что я в последнее время пользуюсь масками. Скрабом пользуюсь раз в неделю, предпочитаю это кофейную гущу. Вот. В данном случае скраб это совершенно новинка для меня. Значит, что здесь пишется, говорится. Первое. Это маска зеленого цвета. А все потому, что ее состав входит авокадо, брокколи, seed oils. Окей. Масло брокколи. Богат на омега. И что-то там помогает кожа. Окей. Витамин С. Еще какой-то фрукт. А если даже не знаю, что такое. Помогает коже выглядеть светлее, ярче, более свежий вид будем иметь. Хорошо. Посмотрим, понюхаем. И, конечно же, нужно будет воспользоваться. Даже без этого. Ну так, солидно. Закрыли ее. Я еле отдираю эту железную пимпочку. Ой, запах приятный. Аж сюда слышно. Ну, конечно же. Я не знаю. Что дает такой шикарный запах. Он достаточно интересный. Текстура нежная. И брокколи, авокадо. Ну, это явно не запах авокадо. Потому что я его здесь начала кушать очень часто. А так как оно жирненькое, то нужно как бы приубавить обороты. Значит, значит, значит. На ручку нанесли. Ну, и потом пойдем смоем. Окей. Это не скраб. Допустим, как указано здесь на фотографии. У меня же маска. Но, тем не менее, нужно зайти на сайт, воспользоваться, наверное, воспользоваться этим купоном. Так, запах, конечно, специфический. Очень интересный. Интересный. Вопрос, будет ли кожа пахнуть после использования этой маски. Таким же запахом. Окей, теперь мне нужно пойти и помыть руки, пальчики. Так что не переключайтесь. Значит, ручка стала, в принципе, более нежная на ощупь. И запах пока что еще присутствует. Сейчас он, ну, такой себе, не очень привлекательный. Не очень вкусный. Я бы сказала, смесь разных приправ, зелени. Дальше вот такая коробочка. Что же здесь у нас будет? Будут кисточки. Я уже чувствую и их, аж целых три штучки. Очень приятный на ощупь. Вот так вот они выглядят. Маленькая для теней, средняя тоже для теней, для века. И большая для базы. В принципе, я думаю, что я могу эту большую кисточку использовать и для маски. То есть, девочки, если у вас есть лишняя кисточка, можете попробовать ее использовать в маске. Очень приятные. А вот эта широкая для базы, для маски. Вообще просто бомба. Очень нравится. Пам-парапам-пам. Пам-пам-пам. Дальше. Дальше у нас все так закрыто, запечатано, что и не видно, непонятно, что же там будет дальше. Дальше у нас есть и вот такая очередная бутылочка. И вот теперь вопрос. Это очередные жидкие тени для века в блестке или нет? Я пользовалась теми тенями. Ну, такой себе эффект. Спустя время он начался немного осыпаться. Может, потому что температура на улице как бы очень плюсовая. Запах шикарный. Очень хороший. Посмотрим, насколько он такой же хороший будет в деле. Вот. Значит, делаем слой потоньше и потолще. Посмотрим. Вы видите ли вы какую-то разницу? Значит, более тонкая полоса – это толстый слой. И вот остальная толстая полоса – это тонкий слой. В принципе, легкая, даже не легкая, очень пигментированный блеск, но при этом мелкие-мелкие блесточки. То есть мне нравится. Вообще не пойму, почему здесь так выглядит все блестящее. Тени с блестками, нано с блестками, помады с блестками, блески с блестками. Все с блестками. Ну, come on! Видишь, люди, которые посчитают более мягкие цвета, тона. Хорошо, идем дальше. Следующая красивая коробочка выглядит вот так вот. И это небось палетка. Палетка для глаз. Butter London. И что же у нас тут внутри? Внутри красивых шесть цветов. Они более-менее универсальные. То есть я голубым цветом, в принципе, не пользовалась. Я считаю, что это не мой цвет, но попробовать можно будет. Зеленые, коричневые, вот тут бордовенькие – все мое. То есть палеткой сейчас я уже довольна. Конечно же, нужно ее проверить. Ну что ж, давайте посмотрим поближе. Тоже такие слегка блестящие цвета. По крайней мере, сейчас смотрится слегка блестящие. Так, и осталось еще два. Вот, значит, предпоследний матовый коричневый и голубенький. Уже хорошо, потому что не все блестит, а есть такие матовые цвета. К примеру, вот этот голубенький и коричневенький – матовые. Остальные – пигментированные. Значит, палеточку мы эту оставляем и будем пробовать ее в деле. Посмотрим. И последний, пятый предмет. Сегодня у меня было всего-навсего пять предметов в этой коробочке. То есть, по идее, пять новых штучек моей косметички. Так, и здесь у нас карандаш на гелевой основе. Очень интересно, коричневого цвета, в крайней мере, как указано здесь, на самом карандаше. И, как пишут, он подходит и для глаз, и для губ. Очень интересно. Кто из вас пробовал карандаш для глаз, использовать также для губ или наоборот? И стоит ли играть свечи? Как бы есть карандаш для глаз, есть карандаш для губ, есть карандаш для бровей. Зачем а-ля универсальный делать? Не будет ли это точно так же малокачественно, как покупать шампунь три в одном? Шампунь, кондиционер и бальзам для волос. Ну, конечно, упаковали они их солидно. У меня аж целая сложность с открыванием этой пленочки. Ее не так плохо... Ее не так просто разорвать. Смотрим. Ладно. Насколько открыла, нас только и открыла. И я, кажется, поняла, что его нужно открыть полностью. Почему? Потому что его вряд ли подтачиваешь. Его, скорее всего, нужно выкручивать. Но с этим разберемся потом, сейчас не об этом. Так. Карандаш очень мягкий, цвет насыщенный. И мне уже не терпится его попробовать. Мят ли на губах? Все-таки он достаточно темный. Даже не так. Вот, к примеру, более толстый сной, средний и тоненький, соответственно. Поэтому не знаю. Не знаю, как начать использовать его для губ, но на глаза точно-точно пойдет. И тоже, мне очень интересно, он будет стираться, расплываться или нет. Поэтому у нас сейчас есть хорошая возможность это проверить. Если где-то как-то кривую линию можно нарисовать, то ее как бы запросто можно снять. Но когда на улице свыше 30 градусов, но это не совсем тот эффект, который хотелось бы увидеть. Я предполагаю, что этот карандаш будет печататься на верхнем веке. Хотя, с другой стороны, можно рассматривать этот карандаш как неплохое средство для использования в тушевке. Да, накрасил, растушевал и уже как бы помягче выглядит. Хотя, с другой стороны, этот карандаш можно использовать в технике тушевки. То есть, нарисовала себе линию, стрелочку и потом слегка растушевала. Вроде бы не так уж и плохо. В мгновение, вот только использую новую косметику. И до новых встреч скажу потом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я могу сказать, что я палеткой 100% довольна. Я даже использовала зеленые тени. Плюс блеск. Плюс я использовала карандаш, как вы могли увидеть. И я его использовала на нижние века. Если быть точнее, прям на контур у корня ресниц. И также на верхних ресничек, на верхнем веке, тоже прям вот у корня ресничек. Дальше, что я еще использовала? Я использовала две кисточки для теней которые. Третья пока мне еще не приходилась в данном действии. И кисточки меня хорошо впечатлили. Немного странно то, что ручка как бы деревянная. Не знаю, как она долго прослужит. Насколько будет хорошо пользоваться деревянной ручкой. Именно через месяц, два, шесть. И очень хорошо иметь более двух кисточек для теней. Когда используешь разные цветовые гаммы, то одной кисточкой тут точно не обойтись. Дальше. Дальше. Блеск. Блеск, кстати, по ощущению он не липкий. На вкус он никакой. На запах гораздо вкуснее. Вот. И я его использовала поверх помады сухой. Поэтому он уже как бы так оживил мои губки. Придал объем, блеск. И непосредственно питательный. Ну а теперь быстренько пробежимся по ценам. Значит, маска. Маска стоит 35 долларов. Но как бы не дешево за такую маленькую бутылочку. Далее. Вот эта палетка стоит 32 доллара. Тут уже более понятно. Как бы сама палетка хорошо выглядит красиво. Да. И то, что тут шесть цветов. Хороших цветов. Вот. В принципе, я палетку оставлю себе. Я палетку оставлю себе. Бель и маску для лица тоже. Я хочу ее попробовать. Дальше. Что у нас идет? Три кисточки. Вот в такой коробочке. G-A-E-A. Как считается, оно вообще неизвестно. Но, может быть, не все аббревиатуру нужно считать. А просто проговорить. И кисточки стоят 30 баксов. Дальше, 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 дальше. Вот такой блеск. Наверное, будет самый дешевый в этой коробочке. И его стоимость 10 долларов. Но вы не угадаете, какая стоимость этого карандаша. Все потому, что этот карандаш не намного дороже, чем блеск, но дешевле, чем маска для лица. И стоимость этого карандаша 21 доллар. Итого у нас получается более 100 долларов данная коробка. Если быть точнее, 128 баксов. 128 баксов стоимость этой коробочки. И она мне нравится. Реально. Все в этой коробочке мне нравится. Ну что ж, я вышла сюда на уличку. Самое такое подходящее место, где есть и солнышко, и тенечек рядышком. И зацените, какая цветопередача. Точнее, как тени выглядят, смотрятся под солнечным светом. Как вам блеск? Нравится, не нравится? И идемте в тень. Так. Тенечек где-то здесь. Да. Я же не могу не подсмотреть. То есть, мне... Мне просто нравится. Очень. Реально, очень хорошая палетка. И... Сас только ей пользоваться. И я очень-очень рада, что у меня пополняется коллекция... Ну, не то чтобы коллекция, все-таки ими нужно пользоваться. Кисточек для макияжа, для теней особенно полезная штука. А теперь все. До новых встреч. Пока.